Здравствуйте! С вами Мария Казанцева. Сегодня у нас второй урок. Напоминаю, наш курс интересен всем желающим играть на фортепиано, независимо от возраста. Мы пользуемся тренировочными пьесами, которые я сочинила специально для постепенного освоения начального обучения игры на фортепиано. Сыграем пьесу номер 4 из раздела колокола под названием «Секунды». Это значит, что интервал мы будем использовать только секунды. Пьеса также состоит из двух одинаковых предложений. Каждое предложение имеет 4 фразы, обозначенные лигами. Каждое предложение будет начинать другая рука. Мы будем играть попеременно то левой, то правой. Для правой руки нотки со штелями вверх, для левой руки нотки со штелями вниз. Такое обозначение принято, когда обе руки написаны на одной строчке. Итак, у нас 4 фразы. Первая фраза начинается с нотки ля и имеет в себе секунду, повторяющуюся 4 раза. Смотрим. Ля-си, ля-си, третий раз и четвертый раз. Дальше вступает левая рука, которая начинает с нотки соль и тоже играет секунду 4 раза. Соль, ля-си, третий раз, четвертый раз. Третья фраза начинается с нотки фа правой рукой и в 2 раза короче. То есть секунда будет повторяться дважды. Фа, соль, второй раз. Четвертая фраза начинается с нотки ми левой рукой и идет в противовосположенную сторону, вниз. Обратите внимание, что мелодическое движение у нас изменилось. Мы стали фразу играть вниз. Когда все три фразы строились снизу вверх, так, снизу вверх, третья фраза снизу вверх, то четвертая фраза строится сверху вниз. Обратили на это внимание и запомнили. Попробуем еще разочек начать нашу пьесу с первой фразы. Итак, здесь задействована уже пальцевая игра. Что это значит? Пальчик должен подняться относительно своей ладошки с помощью первой фаланги вверх. Это несложно, это может сделать каждый. А теперь сделаем это уверенно. Вот посмотрите. Я концентрируюсь на первую фалангу, она поднимается вверх относительно ладони и спокойно потом ударяет вниз по клавишам. Смотрим на левую руку. Третий пальчик, второй, третий, второй. Еще раз, еще раз. Переходим к третьей фразе. Ставим правую ручку на фа. И фраза в два раза короче. Переходим к четвертой фразе. И фраза тоже в два раза короче. Последняя нотка ми. Она залегована, то есть значит не играется. Как здесь написано ми еще раз. Сме она не играется, она залегована, значит звук держится. Второе предложение у нас полностью повторяет. Первое еще разочек мы сыграем. Ля, си. Второй раз. Третий раз. Четвертый раз. Левая с нотки соль вверх строит секунду. Третий раз. Четвертый раз. Третья фраза от фа. Дважды. Четвертая фраза от ми. Дважды. И заканчивается пьеса. Итак, пьесу с вами все разобрали. Будем теперь очень внимательно следить за начальными звуками каждой фразы. Потому что они выстроены в последовательном, поступенном движении. Если правая начинала ля, левая продолжала соль, правая продолжала фа и левая продолжала ми. Это то, на что мы сможем сориентироваться в процессе нашей игры. Давайте повторим пьесу целиком. Итак, ля, си, левая ручка соль, ля, правая рука фа, соль, два раза, левая ми, ре, два раза, последняя нотка длинная ми, и повторяется все предложение. Ля правой рукой, си, третий раз, четвертый, левая соль, ля, второй, третий, четвертый, правая фа, первый раз, второй, левая ми. Второй раз, и нотка последняя. Итак, мы с вами готовы, чтобы сыграть эту пьесу с аккомпанементом. Включаем. Нотка фа, нота ми, переходим ко второму предложению. Ля, ля, си, третий, четвертый, соль, три, четыре, фа, соль, мир, и последняя нотка. Итак, готовимся исполнить аккомпанемент минус. Слушаем ритм ударных. Второе предложение. Пальчики работают. К новому домашнему заданию я попрошу вас почитать в интернете о простых мелодических интервалах и запомнить, как они называются. Материал ко второму уроку, ноты и аудиотрек, вы найдете на нашем канале. Подписывайтесь. До новых встреч.